Продолжение следует... 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 Здесь каждый за сладко следит, научится. Портфель собрать, костюм в порядок ввести. Мы очень верим, все у тебя получится. Так должен быть часть счастливого пути. Также мы хотим дать находиться родителям, чей ребенок нынче четвероклассник. Трудно детей своих воспитать, многое для этого нужно знать. Родителям хотим пожелать, детям всегда во всем помогать. В школу с утра ребенка собрать, на путь вверх вовремя дать. Каждый день Библию с ним почитать, по вечерам не забыть погулять. Чтобы болезни всех избежать, надо еще детей закалять. Занятия по Библии все посещать, в школе по пересилу помогать. А главное, без сомнения, желаем мы вам терпения. Первый день сентября закружил листвой. Осень птицы летит вдоль родных городов. Лето кончилось вчера, в школу всем идти пора. И зовет нас звонок снова на урок. Над станою заливаются звонки. Утром в школу проведут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над станою заливаются звонки. Утром в школу проведут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Ты, учитель, нас всех научил мечтать. И уроки твои не забудутся. Пусть мы, школьники, пока знаем мы наверняка. Все мечты наши светлые сбудутся. Над станою заливаются звонки. Утром в школу вновь ведут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Будем петь, будем жить, будем жизнь любить. И отчизну под солнцем цветущую. Не забудем никогда наши школьные года. И звонки на уроки, зовущие на станою. Заливаются звонки. Утром в школу проведут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над станою заливаются звонки. Утром в школу вновь ведут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Первоклассник только переступил порог в школу, а для девятого класса этот год станет последним годом учебы в этой школе. Это было 9 лет назад. Я тоже в первый раз, толкуясь с верхников ребят, явился в первый класс. Мы стали взрослые теперь, нам детство не вернуть. Нам в школу жизнь открыла дверь и указала путь. Для тебя последний школьный год с минуты этой настает. И пожелаем мы тебе смелее дорогу трудную идти и без жизни верный путь найти. А как среди стольких жизненных путей найти верный? Об этом мы послушаем наставление наших учетов. Сердце, юно, чего пожелать? Я желаю одного, Бога знать. Жить без Господа нельзя на земле. Даже если каждый день хлеб на столе. Даже если для себя купишь дом. Даже если этот дом золотой. Даже если больше всех ты богат. Даже если преуспел на сто крат. Даже если не болел никогда. Даже если обошла нищета. Даже если у тебя сто друзей, сто подруг. Даже если заскучать не досуг. Даже если все мечты под рукой. Даже если полюбил дорогой. Даже если мир вокруг расцветет. Он без Господа душа пропадет. Остановишься чуть-чуть. Все не так. И роскош не надоелось обнять. Сундуки добром набил. Что с того? Разбежались все друзья. Ни-ка-го. И любовь ушла. А куда? Не оставила следа красота. Отказались отцветать друг цветы. Кто-то счастье разыскал. Но не ты. И растаяла мечта, словно сон. Стук в окно и в сердце боль, плач и стон. Солнце гаснет, и не имел теплый хлеб. Жить без Господа нельзя на земле. Только Бог дарит любовь и покой. Все прекрасное дарит только Бог. Сердцу юному чего пожелать? Я желаю одного. Бога знать. Да. Самое главное жизнь Бога знать. В нашей школе лучший в мире. Что учитель, то звезда. И по всей России лучший не найдете никогда. Ну, чтобы было все отлично, четко и благословенно, постарайтесь жить прилично. Радость будет несомненно. Не крутите быстрый лобус, не найдете вы на нем Той страны, страны особые, о которой мы поем. Наша старая планета вся изучена давно, А страна большая, это вечно белое пятно. Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. Нас, мамы впервые, приводят за ручку сюда. В стране эта звонка веселой, Встречают нас как новоселок. Страна эта в сердце всегда. Новый класс, как новый город, Мы приходим каждый год. Время юных партозеров, Не поселим мы народ. Значит, вновь на дети плывем, По весь крайней той стране. Неожиданно в открытии мы, Пусть в своей весне. Пусть в эту страну Не идут, не идут поезда. Нас, мамы впервые, приводят за ручку сюда. В стране эта звонка веселой, Встречают нас как новоселок. Страна эта в сердце всегда. Здесь нам слышится порою В тихом шелесте страниц, У дологих новостроек, Голоса цветов и птиц. Дети страны кратят лоб, Усмашек нам своих крылок. В той стране, стране особой, По которой мы поем. Пусть в эту страну Не идут, не идут поезда. Нас, мамы впервые, Приводят за ручку сюда. В стране эта звонка веселой, Встречают нас как новоселок. Страна эта в сердце всегда. Страна эта в сердце всегда. Мы с вами получили много советов и пожеланий. В школе много людей. И учителей, и родителей, и учеников. Интересно, а кто важнее всем? Давайте посмотрим. Империя 2. С Новым Годом. Я plano получили многоøй. В типографии, где обычно шумно бывает только из-за работающих станков, на этот раз шумили буквы, а не спорили между собой. Среди людей всегда найдется кто-то попроще, а кто-то поважнее. Но среди букв самая важная буква В. Это почему же? Буква В часто употребляемая буква. Не то что там какая-то К. С меня начинается Библия. В начале сотворил Бог. Это Б самоупотребляемая. По-моему, А. Как бы люди обошлись без буквы А. А сама первая буква алфавита. А первый звук ребенка. Б. С меня начинаются такие важные слова про Бог и Библия. А с меня и в Англии. И вообще вы согласны, без нас бы совсем не скучали. Не было бы гласных, люди не могли бы петь. Б. Друзья, перестаньте спорить. Вы все неправы. Разве не понятно, что самое совершенное это буква О. Ну посмотрите, какая я круглая, симметричная, правильная. Посмотрите на меня. Все говорят О. 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 Но тут в типографию зашел наборщик, в буквы затихли. Они ждали, кого же человеческие рубки примят для работы. Каждый хотелось получить место. Оказалось, что нужны все. Наборщик набрал правильный заголовок и посмотрите, что у него получилось. Все важны для Бога. Буквы со странички. ПЕСНЯ 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 Ятони, поскорчи, сели в рай. Наше торжество подходит к завершению. Настало время подать первый звонок в этом учебном году. Первый позвенит звонок для нашего первоклассники. Приглашаем на урок вчерашнего дошколяшка. Ждут тебя уже тетрадки, ручки и альбомы. К званию ученика ты теперь готов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Которым это открыто было видно или сфотографировали, преподаешь геометрию и расскажи, самая жесткая фигура треугольника. Его нельзя никуда сбить. А ты скажи, вот так мучение от Троицы, оно не подается исследованием. Оно жестко, четко, догматически принято церковью, и мы должны говорить, веру и воспитую животворящую Троицу. Доказательств никаких. Все остальные фигуры, они могут там, ну пять, допустим, где-то, скажешь, а что такое пять? Пять-шесть, чувства меняются. Четыре. Четыре Евангелия. Евангелия по-разному так будет. Ну, коробок спичишет. Четыре. Вот как угодно можно повернуть. Повторяю. Не шевелится. Превучишь его математику и скажи. Математика – это основа всех намок. Основа всех предметов. А математику, меньше всего, знают. Ее надо любить. Любить так, чтобы где-то услышать какие цифры, узнать сразу что. Я спрошу Станусу. У тебя какая площадь? Ну, не старая у этого. Склады, где ты хранишь продукты сельского хозяйства. Там горох и прочее. Какая? Пятьсот. А? Пятьсот четыре. Пятьсот шесть. Пятьсот два квадратных метра. Можно записать. Сколько у тебя ласточкиных гнезд? Я прочитал. Восемьдесят восемь. Если родители двое. У них пятеро. Семь и восемь. Уже пятьсот шестьдесят ласточки. Все. Захватил себе. Всю природу. Почему Бог любит его так? И ты научи. Первый день единица. Второй день. Уже дальше Бог начинает начать. Математика с первой главы. Сколько жили? Сегодня мы говорим. Вот у нас старожил. Он, Серапима Гавриловна. Ей девяносто два года. Это десятая часть. Ной жил девятьсот пятьдесят. Это десятина всего лишь только. И у нас это долгожитель. А девятьсот пятьдесят это что такое? Ну, самый долгожитель, мы знаем, это Енох. За ним Илья. Которые умирали, а потом умрут. И дальше счет. Какой длины храм? Какой притвор? В Библии все указано математике. И заканчивается сто сорок четыре тысячи спасенных. И вся Библия разбита на цифры. Глава и стих. Непрерывно везде математические данные. И нужно это знать. Приучите запоминать места Святой Библии, где это сказано. Это будет самое веское доказательство. Знать закон. Вот вчера я получил только... Позавчера уже получил письмо. И получил я откуда-то комитет по правам человека из Золотаяского края. Они впервые запросили сельский совет Корчина. Что тут у них делается? Как земля? Кому принадлежит, где был лагерь и теперь музей? Я думал, что... И чтобы они ответили, и отмечать даже председатель, или как управляющий сельского совета, кто она там, название какое-то такое. Струшакова Людмила Алексеевна. Они ответили согласно закону глава, стих. Глава, стих. Что земля это никому не принадлежит. Здесь. А здесь Кольчина, Потеряевка и обмочиха. И оно почему-то оказалось нигде. Она говорит, по этому я ответить не мог. Боё всё время прокурор заставлял уничтожь, уничтожь. Слово ничтожь нет, а снести. Так, мягко. Вроде бы костюльку перенесли. Она говорит, у меня и права, и я думаю. Вот ответ какой надо. А почему? Знаешь человек закон. Там хорошие юристы, видимо, обратились. И к ней никак не приняты за просьбу молиться за неё, чтобы Господь её сохранил. Когда ты знаешь математику, тебе уже не надо часто повторять, что означает первый день, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Ты легко будешь беседовать. А в Ветхом Завете была суббота, у нас воскресенье, это Константин, Беон Великий. Ты сразу ответишь, Ветхозавет мне была тенью. Суббота по еврейски шага, покой. Покой был в субботу, Бог сотворил в шесть дней, седьмой день почил от дел своих. А вновь заветий Бог говорит, поим, всё новое. Пятница закончил дела, суббота продолжается преисподняя, воскресенье почил от дел своих, приходит на воскресенье. Это всё математика. Дальше ты считаешь Священное Писание. Заметь, поэтов много было, но самый известный, самый популярный, самый считаемый, это царь и пророк Давид. Мне вчера написали, апустаро Абрятство пишет «забыть». У нас пишут в Абрятство «давид». А как правильно будет, у евреев буквы вообще нет, так вскоре теши. Поэтому оно не может быть Давидом, его нет. Как у грехов нет буквы «Ш». Это не отличается грех с Иерусалимом, который нынче наткнулся на наши ресурсы, и всё бросил, где был, и стал православным, принял крещение. Если мы научимся любить Бога, вот эти пять «В», наша жизнь будет другая. Какой бы предмет ни был, изучайте природу, путешествия, проживальство, и скажите «всё Бог сотворил». Эти люди верили в Бога. Безбожники ничего открыть не могут в совместении. Исаак говорит, он всемирный закон открыл. И венгерский друг, учёный говорит, ну Исаак, ну всё-таки, ну всё тормозит в жизни, это даже в безвоздушном пространстве. Ну кто счастливее тебе подводит? Он говорит, не надо ждать, что на здесь второй Исаак. Эту всемирную пружину Бог подводит. Тяготение остаётся, скорость планет, комет, всё на своём месте. Какой бы урок ни был, обязательно покажи, это сказано в Библии, и учитель должен знать её. И сказать, Бог об этом сказал. Я и сама не знала, пока не обратилась. Запомните хорошо, вот это место подтверждает сегодняшний урок. Какой бы он ни был, геометрия, физика, а тем более, любой предмет. И скажи, верующие люди, которые открыли законы, которые Бог сокрыл, они были все верующие. Почему сегодня Ломоносова ни одного нет? Нет науки, которой он бы не коснулся по тем временам. Вот значит, что есть часть атмосферы на Минейне. Как это можно было 200 лет назад? Бог. И Бог открывает эту истину. Почему не только Бог говорит, атеист плохой руководитель общества. Из атеистов ни одного прокурора не должно быть, ни одного судьи. Должны бы кто-нибудь, лишь бы верили, что есть возмездие. На первом месте страх Божий. И тогда все будет на месте. Он знает нельзя. У меня даже был судья, мусульманин. А мы судили, спадали, которые тоже христиане нападали. Он говорит, вы христиане, а идете судиться к мусульманинам. Ну это безобразно, значит, мы не можем его остановить. Он говорит, тут закон действий, к тем обращается. И умирать будем, там отвечать будем. Вот это судья. А это приезжали потеряем. И я тут учителя отбрасывал, вроде Надежды Васильевны. Ходил, поведал, раздавал Евангелие. А когда разобрались? Это 43 года после исчезновения потеряемки. Как я мог это делать? Учеников это время три. Уже архива пошли три. Какие Библии я мог раздавать? Ну все, ханавазбежь. И ты скажешь, ученик, который знает Бога, вырастет большим, он будет это помнить. Он не пойдет на грех, на подделку. Учителя, для вас очень важная задача. Знать хорошо Библию. Алфавит. Откройте симфонию. На каждую букву дайте библейское. На букву А и до Я. Найди. И скажи, это по программе вы должны знать. А вот это, как Бог заповедовал. У одного учителя, мы читаем в Библии, у него было 3000 учеников. А то сколько же школ у него было? Болгарин, Климент, прославленные. Так и здесь. Научи знать Бога, спасти душу. Если все абсолютно знать будешь, на пятерке, на олимпиаду будешь тренировать. А в обыденной жизни ты никакой. А такое тоже есть. Староста поставил тогда машину здесь с зерном, не успел их грузить. Они заскочили и оттуда начали налево-направо пшеницу разбрасывать. Я никогда это не забуду. Вы посмотрите, как это достается. Какой пылью, какими средствами. Это ученики из этой школы. Это не игрушка какая-то. Поэтому, отпускай его в школу, скажи, чтобы не были. Дети позорны для родителей. Дети маленькие. Вот уже смотри, 10 классов польщины. Много я знаю о Боге. Здесь выписано около каждого портрета, что... И даже лета не заучили. Я в прошлый раз говорил. Изменить отношения к детям. Дети даны тебе только для одного. Чтобы ты привел их на небо. Если не будешь учить, как такой был первосвященник. И Бог сказал, что за детей ты погибаешь. Так и случилось. Он знал, что не так поступают. А все, говорит. Дети, худая молва. А я за того, что нужно было три момента упущенные. Это обличать, связывать, бить и изгонять. Вот тогда был... А, юминальная юстиция? А зачем заводить детей тогда, если боишься юстиции? Ты христианин. Юстиция это юминальное недействие ни у евреев, ни у мусульман. Только на христианах они отыгрываются. Мы им не дружные. А ты сразу покажи. Мы соединены с Богом. Прятаться от Бога не будем, как голый Адам. Я открыто согрешил, каюсь открыто. Прости меня, Господи. Это другого не дано. Да помиловать нас Господь, да спасет. Вы детей уже отдаете в город учиться, чтобы они посты соблюдали. Посты. Посты молитвы – главное оружие. И не забывайте, чтобы дети, которым даете деньги, не на мороженое тратили, а чтобы он по копейке откладывал, а потом нашел, где милости не подать. Найти не те, которые просто попрошайки, а поистине старых. Меня на этом Господь поймал. Любил бабушек. Копеечку дать. А потом несет что-то. Решил помочь, сошел на берег. Спросил, где моя цена привела. Началась новая жизнь. Бог на каждого забрасывает особый крючок. Вот вам крючок. Милостыня. Молитва, посыл. Они уйдут туда. Смотрите. Лежу в городе, наши левитвы сидят, без платка идет. Один раз остановил другой. Здесь побыла, только вышла. Платье выше колен. Это уже готовая жертва. Ее никто не будет беречь. А когда видят, одеты по форме, по церковному, мусульмане бросают работу. Наши сестры приехали сюда. Они охраняют таких, а их очень много. Доверься Богу. Отпускаешь дочь свою, накажи ей. Ни грудь открытой не держать. Все закрой, потому что она самая ценная. Она нигде не ходит. На квартире стойка у глубоко горящих. Тогда детей получили неискаженными. И пропускали, чтобы богослужение. Библию из руки упускали. Богу слава. Богу слава. Субтитры создавал DimaTorzok